— Госагентство ТАСС это тоже опубликовало, и это что-то новое, то есть, получается, на официальном уровне объявляет кровную месть. — Вообще, ТАСС уполномочен заявить. Это ТАСС опубликовала. То есть, пока Кадыров объявлял это все грозным своим силовикам чеченским, ну, в общем, такое, да, глава республики, государственная должность объявляет кровную месть другому государственному лицу, потому что Сулейман Керимов — сенатор от Дагестана, и еще двум депутатам Государственной Думы, один от Дагестана и один от Ингушетии. Но это ладно еще. А потом ТАСС уполномочен заявить. — Глава республики объявил кровную месть сенатору и двум депутатам. — Ну, вообще, по идее, дальше ТАСС должен объявить о соблюдении правильного обряда, потому что дальше, собственно, нужно пригласить, а я не знаю, может быть, на это совещание с силовиками уже был приглашен представитель обидчика, нам его не показали, и имам. А имам-то наверняка был. И вот в присутствии имама и представителя обидчика надо объявить о кровной мести. Ну, наверное, это и было объявлено, собственно, по телевизору ТАСС объявил. Наверное, знаете, Новый век, 21-й, теперь кровная месть можно объявлять. И, собственно, не прибегая к личному присутствию, все-таки не Средневековье живем, знаете. Как раз Рамзан Кадыров на этой же неделе возмущался, что у нас Средневековье, потому что высылают представителей центрально-азиатских стран, которые находятся в России нелегально, после облав, после молитв в мечетях. И он говорит, ну что это же, это же Средневековье, говорил Розан Ахмадович. И тут же объявил кровную месть Сулейману Керимову и еще двум депутатам. Один Резван Курбанов, второй, я не помню, как зовут. Собственно, уже появились подробности о этой кровной мести. Что, ну естественно, у Альбереса, у Альбереса, у Альбереса, у Альбереса, и якобы эти депутаты что-то заказали Кадырова за 200 миллионов долларов, но этого предшествовали торги. Значит, история разворачивается такая. То есть я посмотрела эту историю, что называется, кто что говорит, да, кто что об этом говорит. Оказывается, вообще все в курсе, все в курсе. И ТАС уже, да, сообщил, а все остальные уже проговорили, все кому надо, да, все такие нормальные парни, да, нормальные пацаны, нас не допустили, но так уже выпущены такие какие-то пресс-релизы. Оказывается, дело было так. После того, как, собственно, мы видели знаменитые кадры, как пришел муж Бакачук к Кадырову, и когда он сказал, ай-яй-яй-яй, вот это ж не козу увезти из огорода, да, жену уволят, да, вместе с бизнесом, нехорошо, семья разбивается, крепкая советская семья. После этого все-таки было принято решение, что Вайлдберрис отходит группировки Сулейман Керимов, Антон Войнов, глава администрации президента, и там стоящие за ним еще там ряд заинтересованных лиц, ну, среди которых в том числе и братья Мирзаяны, это большой езицкий клан, да, который включает в себя Шакрова Молодого, например, или наоборот, клан Шакрова Молодого включает в себя братьев Мирзаянов. После этого, собственно, случился август, 6 августа, и операция ВСУ в Курской области, когда мы наблюдали легендарное бегство кадыровцев, и, собственно, как выяснилось, это было распоряжение Кадырова не вступать в бой столкновения, знаете, что вот так вот это вот, пусть Вайлдберрис отдают, а потом мы будем сражаться на полях сражений, а пока не отдали Вайлдберрис, ребята, отходим. Ну, у нас, как ребята, отошли, после чего, я напомню, Путин ездил в Чечню. Путин ездил в Чечню с этим разбираться, ну, заодно открыли памятник Путину в университете имени Путина, на проспекте имени Путина, в районе имени Путина, ну, заодно. Ну, это такие, в общем, мелочи. И договорились как-то договориться с Войно, Войно якобы предложил, тут уж вообще, вот якобы, да, ну, очень много по этому поводу сливов, я бы сказала, так, да, ну, которая очень похожа на правду. Ну, то есть, ну, в ситуации, когда уже объявлена та скромная месть, то, в общем, уже начинаешь верить всему. Якобы войной Керимов предложили Кадырову отступные 1 миллиард долларов, Кадыров сказал, что это смехотворная сумма и потребовал 7. На семье они не договорились, но и началось то, что началось. Началась эта перестрелка, двое погибших, 26 в тюрьме, был 27-й. 27-й вышел, как ни в чем не бывало, собственно, муж Бакачук, и объявил о продолжении своей борьбы. А эти 26 бакинских комиссаров написали заявление на СВО, и я думаю, очень скоро мы увидим их в Мариуполе, примерно там же, где сейчас служат на СВО, один из убийц Немцова, то есть это большой какой-то завод, который отдали клану Кадырова, и там они, собственно, кем-то там работают, ну, там в охране, я не знаю, в бухгалтерии, где там они могут работать. Ну вот, собственно, и сегодня мы столкнулись с новым потрясающим явлением в государственной политике Российской Федерации, объявление о кровной мести государственным человеком, занимающим государственную должность, главой республики, другому и другим лицам, занимающим государственные должности, сенаторам и депутатам, по поводу, судя по всему, по поводу Вайдберрис, я напомню, что в Российской Федерации довольно давно людям, занимающим государственные должности, запрещено заниматься бизнесом. Я хотел еще акцентировать внимание на агентстве ТАСС, потому что, насколько я помню, в свое время Громов снимал Миронюк, которая тогда возглавляла Реановости, через агентство ТАСС, и она открыла компьютер в тот самый день, и узнала из ленты конкурирующего агентства о том, что она уволена. И потом началась уже реорганизация Реановостей, и те Реановости, которые тогда претендовали на мировой статус, и даже пытались конкурировать с Рейтерсом, та история закончилась. И многие говорили, что клан Пескова и Медведева тогда проиграли клану Громова и других ястребов администрации президента. Сегодня ТАСС, который возглавляет Кондрашов, человек, снявший фильм про Крым, и интервьюирующий Путина, очень восторженный фильм про Крым. Это ведь не случайно. То есть получается, что, ну, опять же, можно предположить, что Путин дал сигнал, показывайте, кто победил в этой истории, или это слишком вольная интерпретация? Ну, мне кажется, рано говорить, пока еще рано. Кстати говоря, в ТАСС, да, Кондрашов, который все-таки клан такой администрации Войновский, а до этого-то был Сергей Михайлов, который, в общем, Медведевский вполне такой персонаж. Но его назначили после. Его назначили после, мне кажется. Но он тихо-тихо-тихо очень ушел, незаметненько-незаметненько так, совсем скрываясь. А его жена Юлиана Слащева занималась своим мультфильмом, тоже было очень много скандалов. Я думаю, что нет. Я думаю, что пока Путин не принял решение, он, конечно, будет вмешиваться, но он обязан вмешаться, потому что, ну, это кровная месть. Просто дело в том, что дальше по кавказским обычаям она не может не состояться. Она не может не состояться. Иначе ты не мужчина, не воин, вообще никто. То есть дальше, вот дальше что? Кадыров предлагает вариант, что Керимов и два депутата должны доказать, что они этого не делали. Но у нас, я так робко скажу, презумпция невиновности, ну, я так робко скажу, опустив очи долу, потому что какие глупости приходится говорить. Я очень представляю, как доказать, что ты не заказывал никого. Ну вот, там сидишь-то такая, и звонит тебе Вадим из Грэма, и говорит, Романовна, а ты кажи, что ты не верблюд. Ну, как? Ну, как? Спасибо, что не звоните с этим. Да. И как доказывать, что ты не заказывал, что заказал кто-то другой, вообще что происходит? Ну, и надо сказать, что это не только бизнес-конфликт, не только конфликт очень влиятельных двух группировок, влиятельнейших. Это еще и... Слушайте, это Кавказ. Вот Чечня, вот Ангушетия, вот Дагестан, да? Это все клубок, это все рванет в любую секунду, как уже это было. Я напомню, что последние волнения были в Ингушетии незадолго до войны, когда, тогда, собственно, Кадыров абсолютно сам по себе, да, ни с кем не согласован, решил немножко пододвинуть административные границы. И Ингуши тогда вышли протестовать, надо сказать, посадили Ингушей, причем посадили и женщин, и старейших, и дали всем какие-то огромные сроки, 16-18 лет. И это была чистая победа Кадырова. То есть абсолютно однозначно, да, я, Кадыров, и Чечня важнее там вас всех в Ингушетии вместе взятых, я так хочу и так сделаю. С Дагестаном будет сложнее. Кстати говоря, я напомню, что два погибших охранника в Айтберес как раз Ингуши, нападавшие в основном были чеченцы, включая бывшего прокурора Чечни. Это все чревато еще и межнациональными конфликтами внутри Российской Федерации. Это все, это Кавказ. А на каком этапе Путин может вмешаться в историю с Вайлдберрис? Ну, я так понимаю, что он уже пару раз вмешивался, но это не помогло. И здесь, в общем, он выглядит как-то, ну, то есть, по идее, по идее, Путин должен выступить здесь в роль пахана, но он уже два раза выступал, а я, они, а они меня не слушаются. А вот, да, это надо так сказать, они меня не слушаются. Тогда это что? В общем, интересное время мы живем. Слава богу, не Средневековье. Ну, вот, кстати, по поводу Путина и сохранения лица в этой истории. То есть, пока складывается впечатление, Путин еще не ассоциируется с Вайлдберрис. То есть, его слабость и неспособность, судя по всему, решить эту конфликтную ситуацию, она пока не очевидна для очень большой части аудитории, в том числе и путинской аудитории. Ну, если следить по реакции там в Z-каналах и так далее. В какой момент это может стать проблемой для него в имиджевом смысле? И когда элита может почувствовать, или тех людей, которых называют элитой, могут почувствовать, что Путин не справляется с ролью верховного, как его называют, например, Соловьев? Нет, ну, дело в том, что, конечно, вот этот случай, это не война в Украине, это тот случай, когда Путину глубоко наплевать. И Путину и его окружение, что об этом подумает там народная масса, Шернармаса. Глубоко наплевать, что подумают зрители Соловьева или кого-то еще, потому что это конфликт абсолютно элитный, абсолютно... А вот там он важнее. Вот здесь вся элиточка, все кавычки я поставлю, очень внимательно наблюдает, кто победит. И пока Путин похож на Акелла. Он пока лежит, он пока не сделал своего последнего прыжка, но прям дышит тяжело. И прыгнет он, не прыгнет он на двух молодых волков. Давайте будем смотреть. Конечно, вот этой схватке, на самом деле, очень многое зависит. И в том числе положение Путина. В том числе. Мы привыкли говорить, и все очевидно привыкли думать, а это действительно так, что Путин по целикому полностью зависит от войны. От того, каким образом идет война, он не собирается ее заканчивать. Есть война, есть Путин, нет война, нет Путина. Это так. И вдруг у него в тылу началась война. Скромной местью. Второго фронта, на второй фронт он не договаривался. Дедушка старый. Но он не договаривался на второй фронт. И это, конечно, будет очень интересно, если режим через «ы» будет ослаблен вот с этой стороны, со стороны тыла. Субтитры создавал DimaTorzok